Кто-то подразделяет бальзамы по цветам. Черные, красные, синие, зеленые, белые, да? На самом деле, это большая ошибка. Потому что каждый бальзам у каждого мастера, у него свой набор трав. Это может быть очень легким, да? Например, у Ван Прома, у них белый бальзам на основе волосы, он очень такой легкий, он практически не жут его можно деткам. И, Наталья, я хочу вас расстроить, но тот, который называется змеиной, там змеи нету. У них бренд в виде змеи. Туда входит слинпанпон, что переводится как змеиная трава. Вот по-тайски вспомнила название, по-английски не вспомню, как же он назывался. Ладно, не суть важна. И так как в состав входит эта вот травка, змеиная трава, они рисуют змею, пишут, что это змеиный бальзам. Там нету бальзам настоящей скобры, продается только на змеиных фермах. Но на самом деле, на самом деле, по результату воздействия черный бальзам, он не отличается. Еще у меня есть один бальзам, вот со склада не стала заказывать, потому что думала, думала, но в коробках в итоге я не нашла этот бальзам. 25 трав. Вот этот бальзам, он, если вот черный очень жгучий, то этот бальзам 25 трав, там такой дядечка в шляпе, такой гламурной шляпе. У них, конечно, упаковки просто все фееричные, хотя кинги – это что-то с чем-то. И вот этот вот бальзам, он содержит тигровую траву. И там еще тоже несколько трав, основные травы я перевела, весь состав он тоже не раскрывает, говорят, у меня вот секрет. Да, 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 поэтому я живу в нетуристической части Паттайи, склад у нас в нетуристической части Паттайи. И вообще, как бы, мы думаем, может быть, мы куда-нибудь сюда склад перенесем, но это как бы на будущее. Сейчас пока у нас удобная точка, что у нас разных концов Таиланда поставщики поставляют на склад, здесь у нас получается очень удобно. Вот. И вот тот бальзам, он, если похож на змеиный, я бы сказала, потому что я пробовала змеиный, я пробовала бальзам там на крокодиловом жиру, там другие бальзамы. Я перепробовала вообще все бальзамы, которые могут. Еще могу рассказать немножко о бальзамах. Самые такие фавориты, самые полезные при проблемах с позвоночником, это вот оранжевый бальзам с Криптолипсом Бьюкина. Но на самом деле Банк Пром – это не самая удачная версия, но сейчас вот это одна из самых доступных, потому что есть версии на воске, которые, они на самом деле стоят дороже, ну и все, никак не дойду, чтобы добавить их в ассортимент, выбираю сейчас как раз-таки лучшее. Он идет на основе, проблема в том, что он идет на основе парафина, так как Бьюкина, это как раз-таки очень хорошо при грыжевых состояниях. Также очень классный лосьон. Парфилос, что мы из склада привезли, он закрытый. Вот этот вот лосьон, он снимает и усталость с ног, и также он тоже хорошо при грыжевых состояниях. То есть он стимулирует восстановление клещевой ткани. Это вот для наружного применения. Очень хороший бальзам на воске, это вот наша новинка. Очень классный состав здесь, и Деррис лазающий, и вот Крипторлист, если я не помню, здесь был, не был. Смотрю ингредиенты. Ладно, не буду углубляться в чтение, простите. Отвлеклась. Очень хороший состав. Черный бальзам. Черный королевский бальзам, 108 трав. Здесь написано, да, вот здесь написано 108 трав. Это пробничек, он небольшого размера, вот он черного цвета. Его уникальность в том, что он или очень сильно жжет, или на него нет никакой реакции. И причем у одного человека в разные периоды времени он может как сжечь, так и вообще никакой реакции. У меня, вот если я просто нанесу его чуть-чуть на кожу, у меня тут же красное пятно появится. Но если я ушиблась и смазала ушиб этим бальзамом, я не чувствую жжения, но ушибное место очень быстро восстанавливается. То есть этот бальзам, он один из самых сильных тайских бальзамов, из всех, которых я вообще видела. То есть у людей на этом бальзаме даже восстанавливаются парализованные конечности. Это реальная история, когда тетя парализованная, ей отправили этот бальзам, она в течение двух месяцев каждый день смазывала бальзамом свою руку, парализованную после инсультов, которая вообще не двигалась. И через два месяца она начала уже стирать, отжимать, что делать, что готовить уже больной рукой, которая не двигалась. То есть это на самом деле потрясающий результат. Я всегда, мне очень радуют такие результаты, у меня буквально до слез. Я очень люблю читать отзывы наших клиентов, потому что тогда бывают настолько фантастические истории. То есть один из отзывов, так кажется, в комментарии к статье про этот бальзам написала женщина, что у нее была шишка у основания черепа большая, жирорик что ли, я уже не помню, в 7-15 лет. А она начала с этим бальзамом, его прорвало, потому что вышло и все ушло. То есть 15 лет у человека была проблема, и вот за буквально месяц она эту проблему решила на этом бальзаме. Полностью весь рецепт, страх тайцы не раскрывают, не рассказывают, что здесь внутри. Результаты, которые я видела, они на самом деле просто потрясающие. Немножко послабее бальзам от доктора Моу Синг на основе куркумы. Мне очень нравится его запах, он так вот выглядит. Вот, он тоже, это тайские бальзамы. Я сейчас рассказываю про тайские бальзамы. Это желтый, это желтый бальзам доктора Моу Синг, да. Есть еще очень классные жидкие, он питьевой. Да, Наталья, вот этот очень жгущий. Опять-таки, есть люди, которые говорят, что это вообще не жжет. Красный бальзам, я его сейчас не стала... Да, красный бальзам, он обладает разогревающим эффектом. Те бальзамы, которые я показала, и при грыжах, вот красный бальзам не рекомендуется. При грыжах, как раз при грыжах, протрузиях, при проблемах с дисками позвоночника, как раз вот те бальзамы, которые вот я сейчас показала, они более эффективны. Продолжение следует...